Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем упражнение для оздоровления органов урогенитальной сферы и продуктивной системы. Итак, для этого нам нужно взять свернутый коврик или свернутый одеяло, плотненько достаточно, кладем его между плёдер, садимся на пятки. Итак, можно взять два коврика свернуть или два одеяло свернуть. Вы должны чувствовать давление тазового дна на коврик. После этого мы аккуратно вытягиваем себя за макушку вверх, ощущаем опору, поднимаем руки вверх на вдохе, укладываем руки за головой ладонями, локтями в сторону и начинаем незамысловато двигаться. На вдохе мы уходим вправо, раскрывая левый бок. И тут важно не столько наклон, сколько прокатывание тазового дна по коврику, по плотному коврику. И в другую сторону. Делаем так до 10 раз. Мы не будем задерживаться на каждом упражнении, потому что время не так много. Хорошо. Прокатали тазовое дно. И теперь в переднем направлении будем прокатывать тазовое дно. На вдохе мы катим таз вперед, таз наклоняется вперед, мы раскрываемся, как бы прогибаемся. На выдохе откатываемся назад на коврик, и таз отклоняется назад. Точно так же делаем этих упражнений до 10. Нам сейчас в начале комплекса очень важно почувствовать тазовое дно, осознать эту логость, эти мышцы в своем теле. Хорошо. После этого мы убираем коврик и ложимся. Аккуратно расправляем позвоночник. Ноги оставляем согнутыми в коленях. Можно упереться руками с бедра, вытянуться. Поясница сейчас на полу. Таз. Мы не прижимаем со всей силы сейчас поясницу к полу. Просто вот нейтральное положение таза. Ступни параллельно друг к другу, ноги в равновешенной позиции. Руки укладываем под затылком и в октяную сторону. Сейчас важно правильно начать дышать. Антиформальным упражненным дыханием. На вдохе живот надувается шариком. Потом после этого мы делаем полный выдох. Полный. Чтобы прям живот ушел к позвоночнику и чуть-чуть вверх. И когда мы полностью выдохнули, в этот момент мы аккуратно поднимаемся. И тянемся локтями к коленям. Задерживаемся на 2-3 секунды в этом положении. Не дышим. Это пауза после выдоха. Потом опять на вдохе мы опускаемся. Живот надувается как шарик. Тело раскрывается спереди. После этого опять полностью выдыхаем. До последней капли. Полностью-полностью выдохнули. И прямо живот уходит к полу. Давит на поясницу и чуть-чуть вверх. Поднимаемся. И сейчас можно дать внимание больше тазовому дну. Допритянули тазовое дно и стремимся локтями к коленям. Задержались на дно 3 секунды. И после этого опять вдох. Раскрылись. Живот надувся шариком. Выдыхаем полностью. И поднимаемся в этот момент. Хорошо. Задержались на 3 секунды. Это упражнение очень хорошо включает глубокие мышцы живота, поперечную мышцу, тазовое дно. И в целом очень благотворно влияет на эту область. Следующее упражнение. Руки вдоль туловища. Мы сейчас добавляем выдох со звуком Х. Х, звук Х помогает активизировать работу тазового дна. Тоже совсем простое действие. Мы делаем вдох. Живот надувается. С выдохом медленно начинаем поднимать таз вверх и соединять колени вверх. Соединять колени вместе. Тоже со звуком Х. На вдохе опускаемся. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть полностью. Вдох. Выдыхаем. Все подтягивается. Самопроизвольно. На вдохе разводим колени и аккуратно опускаем таз на место. Тоже повторяем от трех до пяти раз. Еще раз вдох. Живот отруглился. Выдыхаем. С звуком Х. Колени сводим. Даем внимание больше тазовому дну. Все подтягивается. Все собирается. Комфортная должна быть амплитуда. Нигде никаких неприятных ощущений возникать не должно. И медленно на вдохе опускаемся. Пауза. Вытягиваем ноги. Короткое расслабление. Позволяем расслабиться внизу живота. Все органы внутри таза. Тазовому дну. Следующее упражнение. Мы одну ногу оставляем коленом вверх. Вторую ногу кладем на ребро. Получается, бедро оказывается на полу. У нас получается несколько асимметричное положение. Правая половина таза чуть уходит вправо. Но мы должны найти для себя очень удобную, комфортную позицию. И теперь, расслабившись, пытаемся синхронизировать. Движение тазового дна с дыханием. Мы на вдохе, когда делаем естественный вдох, слегка подтягиваем тазовое дно. Слегка. Продолжаем делать вдох. Потом начинаем делать выдох. Чуть сильнее подтягиваем тазовое дно вверх. Продолжаем делать выдох. В конце выдоха мы его расслабляем. Короткая пауза. После выдоха еще большее расслабление. И опять начинаем делать вдох. Чуть подтягиваем слегка тазовое дно. Продолжаем делать вдох с чуть подтянутым тазовым дном. Начинаем делать выдох. Чуть сильнее подтягиваем тазовое дно. В конце выдоха расслабляем. Паузу после выдоха. Повторяем тазовое дно. Можно сделать так, асимметричные позиции, три раза. И повторяем на другую сторону. Теперь правая нога коленом вверх. Левая нога ложится бедром на пол. И точно так же. Вдох. Чуть подтягиваем тазовое дно. Продолжаем делать вдох. Начинаем делать выдох. Чуть сильнее. Сильнее подтягиваем. Уже чуть больше усилия даем. Подтягиваем тазовое дно. В конце выдоха, когда вы еще выдыхаете, мы его расслабляем. Паузу после выдоха полностью расслабили мышцы пронежности. И повторяем еще два раза. Вдох. Чуть подтянули. Выдох. Втянули сильнее. Паузу после выдоха расслабили. И теперь вытягиваем ноги вперед. Расслабились. Позволили расслабиться мышцам таза. Тазу снаружи, тазу внутри. И следующее упражнение. Мы начинаем попеременно сокращать ягодичные мышцы. Можно не привязываться к дыханию. Или можно, допустим, на вдохе сжимать. На выдохе расслаблять. Будет это выглядеть так. На вдохе сжали правую ягодицу. На выдохе расслабили. На вдохе сжали левую ягодицу. На выдохе расслабили. На вдохе правую. Вы будете чувствовать, что у вас правая половина таза при этом приподнимается. На выдохе расслабили. На вдохе левая. На выдохе расслабили. И тоже так повторяем до 10 раз. Можно не привязываться к дыханию, а вот так вот поочередно сокращать и расслаблять ягодичные мышцы. Тело будет вот так вот двигаться. Хорошо. Расслабились полностью, отпустили ягодицы, мышцы тазового дна. И сейчас короткое расслабление, но не просто расслабление. Мы начинаем дышать мышцами промежности. Так как мышцы тазового дна связаны с дыханием, когда у вас двигается груда-брюшная диафрагма, это влияет на мышцы тазового дна. И сейчас достаточно просто расслабиться и прислушаться к естественным движениям тазового дна. На вдохе, когда груда-брюшная диафрагма опускается по направлению к тазу, диафрагма тазовая тоже уходит вперед по направлению к ногам. На выдохе, когда груда-брюшная диафрагма поднимается, тазовая диафрагма тоже слегка подтягивается. Вот сейчас мы просто лежим, отдыхаем и дышим промежностью. Можно задерживаться, подышать дольше. Если мы закончили, вытягиваем руки назад, подтягиваем ноги к себе, разворачиваемся на ногу и аккуратно садимся. Удобно для вас положение. В целом эти упражнения помогают виновному возврату, улучшают приток отток крови в этой области, улучшают эластичность, балансируют тонус мышц и тканей в области малого таза. И в целом даже могут помогать при опущении внутренних органов для профилактики мэроя, тоже они подходят. И обращаю внимание на противопоказания. Это острые воспалительные и инфекционные заболевания, состояние послеоперативных вмешательств и у женщин критические дни. Если вам понравилось, жмите лайк, подписывайтесь на наш канал, приходите к нам на занятия. Большое вам спасибо, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!